МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала, да, мы место уступим. Дарья Евсикова, Даша, добрый день. Здравствуйте. И Софья Селькова. Сонечка, добрый день. Здравствуйте. И наш представитель из учеников мужчина, Артур Шашель. Артур, добрый день. Мы все вместе сегодня, и вы, дорогие телезрители, к нам подключаетесь, обсудим, насколько важно и нужно ли развивать в наших детях актерский талант. Может ли он пригодиться в жизни, или он необходим только будущим актерам. Телефон прямого эфира 516767. Ждем ваших звонков. Также пишите в нашу народную студию. Там находится моя коллега Евгения Лебедева. Женя, добрый день. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые гости. Я приветствую всех телезрителей. Народная студия начинает свою работу. Пишите нам свои сообщения. Мы постараемся озвучить все ваши вопросы, а может быть и ваше мнение. Номер осеки увидите на ваших экранах. Спасибо, Женя. Валерий Иванович, ну расскажите нам про свои студии. Театралы. Ну звучит просто потрясающе. Вот прям на самом деле театралы. Да. Здесь никакого вранья именно нет. Наша студия организовалась с 1994 года при школе 34. Стаж-то уже ого-го. Очень огромный и у этой студии, театральной студии, театралы уже есть чем похвастаться и есть чем гордиться. Гордиться есть своими учениками, которые уже стали так же режиссерами, как и я. Это первые ученики. Это первые ученики, да. То есть вы настолько заразили вот этим вот искусством и увлечением, да, своих учеников, что они и сами пошли и получили такую же профессию, как у вас. Иначе и не может быть. Театр это и есть то, чем можно жить, чем можно дышать, чем можно питаться. Духовная пища. Театр есть театр. И ребята, которые приходят ко мне, на самом деле получают то, чего, возможно, сейчас на улице нет. И, к сожалению, большому сожалению, забывается у нас и на большом, на высоком уровне. Как театр, так и особенно художественное слово. Это вообще отдельный разговор о художественном слове. Это просто болезнь. Ну вот кружок, студия, это, ну, дело добровольное, да. Это не школа, которую мы обязаны все получить, там, девятиклассное образование. Вот как попадают к вам дети? Вот меня всегда это интересует во все кружки, да. Почему дети такой выбор делают? Почему вот эти дети, наши гости сегодняшние, ваши ученики, сделали такой выбор? Вот именно актеры. Это потому что все дети мечтают быть актерами? Да. Оно так и есть. Вы знаете, вот на данный момент я всего-навсего в школе 34 работаю с 23 января. В силу сложившихся обстоятельств мне пришлось уйти из школы. Такой путаница у наших телезрителей не возникла. С 94 года на самом деле и так же при 34 школе существовала эта студия. Просто был небольшой перерыв. Три года я был в качестве административного работника в детском доме Католикова. Сейчас вас обновили. А сейчас возобновили. И вот только придя в школу, уже запись. Конечно, была сделана работа. Я ходил по классам вместе с завучем по воспитательной работе. Приглашал ребят. Что касается Шашеля, то здесь и разговора нет. Это у меня старый актер. Такое мужское обращение Шашель по фамилии. Да, но на самом деле это очень талантливый ребенок, но о нем чуть попозже. Что касается вот этих прекрасных, очаровательных девочек, то их я увидел как-то сразу. Вы сами их заманиваете, получается, да? Нет, я не заманиваю, я их приглашаю. Понятно. Я их приглашаю. Есть такая Надежда Иванова Ворошилова. Она сказала, у Грекова, то есть у меня, есть такое чутье на звездочек. Вот, отбросив ложную скромность. То есть вы их эксклюзивно высматриваете и на самом деле в точку попадаете. Попадаем в точку, да. Это вот ваше видение со стороны, как педагога, да? А вот непосредственно изнутри у девочек хочется поинтересоваться. Вот вы как, первое ваше занятие, как вы решили туда приходить? Вот, Сонечка, давай, ты расскажешь нам сначала. Ну, как тебе пришли, Соня, пойдем, ты станешь будущей, ну, станешь в будущем великой актрисой. Пойдем, я тебе научу, как это делать. Нас хорошо учат. Вот. Ты первый год занимаешься только, да? Да. Первый месяц. Первый месяц, да. Ну, вот через годика-два пригласим, ты уже, наверное, не будешь давать даже мне говорить, да? Уже будешь меньше стесняться. Дашенька, как ты попала? Мне очень нравится заниматься, вот, я не знаю, как тоже, но меня вот, видимо, заметили, меня пригласили. Вот мой первый стих была «Птичья школа». Я его сейчас уже, правда, не помню. То есть вы актерскому мастерству сейчас учитесь на примере стихов, получается, да? Да. Тихотворений. Ну, первое занятие свое помнишь, когда ты пришла? Нет. Нет? Артур, ты помнишь? Я помню. Валерий Зианович меня заметил в первом классе. Да, это вообще. Потом я начал уже развиваться, более так, выходить за рамки, не стал стандартным человеком. Ага. Ну, он меня научил многому, да. Это вообще очень хороший человек. Все дверные ученики так отзываются, так? Не знаю. Дружите потом? Конечно. Когда выпускаются уже. Обязательно. И вы знаете, как приятно видеть то, что ты сотворил, то, что ты сделал. У меня есть прекрасный ученик Токмаков Иван. Это великий человек. Мы еще о нем, мы еще о нем услышим. На самом деле, это человек, который с первого класса также начал заниматься у меня. И вот он уже сам режиссер, так что мы еще о нем услышим. А сложно вот детей учить актерского мастерства? Одно дело владеть самостоятельно, вот передавать свои навыки, умения и таланты. Изначально дети все талантливые, это понятно. Вот как вот развить вот эту звездочку? Ну, сложность заключается лишь в том, что каждый ребенок видит себя лучше всех. И ему надо дать понять, надо объяснить, надо рассказать, что мы все здесь находимся на одном уровне. И возвышать себя среди других, это у нас... Скажем так, чтобы возвыситься, нужно еще хорошенько потрудиться, да? И все равно у нас это не дозволено показывать... Превосходство свое, да? Да, свое превосходство. И это очень радует. Я могу констатировать, что вот с 94-го года ни одной звездомании, что ли, ни одного... Звездной болезни, получается, да? Звездной болезни у нас не было. Это очень и очень радует. Хотя, ребята, не то что на российском, на международном уровне. В Санкт-Петербурге... Ага, это уже есть чем похвастаться. Да, есть. В Санкт-Петербурге завоевывали именно гран-при. Это Токмаков Иван, Анорьева Дарина, она взяла, правда, третье место. Третьеклассница. Она читала Василия Шукшина, мой зять украл машину дров. Для третьеклассницы, да? Для третьеклассницы. Ну, она была молодец. Токмаков Иван читал лагерь на Майданнике Горбатого. Сложность была в том, что в жюри были и немцы, и литовцы. И для них было слушать о лагере на Майданнике, что делали фашисты. Сложно. Да, сложно, но талант не затмишь. Был такой прецедент. Ваня Токмаков читает эту прозу лагерь на Майданнике. И там есть момент, когда офицер, немецкий офицер встает ребенку на ногу, а второй рукой и разрывает его напополам. В жюри литовец вскочил с места и говорит, хватит, давайте сделаем антракт. До слез было. То есть Ваня умел это преподнести. Смог преподнести. Саша Иванова, она тоже великолепно читала то же самое и взяла гран-при. То есть 58 регионов представляли. Участвовали. И вы. Мы взяли два первых места и третье место. Какие вы молодцы. Я прерву. У нас есть уже вопрос из Народной студии. Или может быть мнение какое-то. Женя, мы слушаем внимательно. Пишет нам Ольга. Есть мнение, что в театральных студиях надо заниматься только тем, кто мечтает стать актером. Валерий Зианович, действительно ли это так? Еще раз повторите. В театральных студиях надо заниматься только тем, кто мечтает быть актером. То есть нужно идти в театральную студию только с целью, чтобы потом поступать в театральный вуз? Ни в коем случае. Или это общеразвивающе? Конечно, это общеразвивающе. Ну, это не я сказал. Это Шекспир сказал. Весь мир театр и все люди в нем актеры. Но даже прийти в наше время к работодателю, когда стоит огромная очередь претендентов, и то надо лапшу на уши навешать. Работодателю. Уметь произвести впечатление. Конечно, конечно. Красивыми словами. Конечно, это и есть актерское мастерство. Так что не только это все... Умение себя держать в обществе, умение произвести впечатление, держаться, быть уверенным в себе. Моя задача, что я и делаю, научить детей слышать, слушать, и тогда появится у них, будет рождено у них взаимопонимание. Тогда будет у них взаимовыручка. Тогда они будут видеть человека не так, как какого-то повседневного. Ну вот, прошел и прошел. А в каждом человеке они будут видеть какую-то изюминку, какую-то сторону интересную. Интересно. Ну вот вы вкратце рассказали в выступлениях ваших бывших уже учеников, состоявшихся учеников. Может, мы девочек послушаем, потом Артура послушаем. Интересно же, вот теперешние ученики, каких успехов добиваются. Дело в том, что, как я говорю, я с 23 января работаю, и вот уже есть чем похвастаться им. Значит, Даша заняла первое место в районном конкурсе «Эшва, любовь моя». Ну и Софья, она читала о нашей земле Коми, но она нам сейчас расскажет сама. Санечка, расскажешь нам? Ты же стихотворение подготовил, нам очень интересно послушать. Расскажи. Любой артист должен обязательно встать, да? Конечно. Сидя. Старину говорили, что в нашей землице кроме льда никогда ничего не родится. А сейчас мальчуган быстрый глаз и шустрый, как зайчишка похрустывает капустой. Ты смеши кочанок принести и попроси, но ему это дело еще не под силу. Да и я удивлен, кочаны-то такие, что рукой не поднять. А какие тугие, каждый третий в Москву для показ годится. Значит, дело, Михайловна, не в землице. Не в землице, а в людях, Михайловна, дело. Ты подумала, узнала все и сумела. Может быть, мальчуган быстроклассы и шустрый здесь станет выращивать не только капусту. Я думаю, сейчас все телезрители буквально аплодируют тебе около телевизоров. Умничка. Сложно было выучить? Вот мне, наверное, самая большая и сложная часть работы актера, да, составляющая работы, тексты, по крайней мере, для меня, это вот длинное стихотворение, первоклассница все-таки. Тебе сложно было выучить? Нет, конечно, потому что во время репетиционного периода не надо зубрить. Я им сразу говорю, зубрить ни в коем случае не надо. Все во время репетиции оно вам... Оно через образы и жесты запоминается. Конечно, конечно. Именно они должны, первая задача, видеть то, о чем они читают. Если они не будут видеть, значит, ничего не получится. Ну, а все-таки вот те жесты, которые, очень красивые жесты. Конечно. Вот вы подсказываете? Обязательно, обязательно. Ташенька, твое стихотворение. Та же стихотворение про Эжву, я так понимаю, да? Край, где такое короткое лето, Спелой рябины закат. Старые сосны в дымке рассветной Тихо над вычек доспят. Нас не пугали ни зной и ни стужа, Жили мечтой одной. С песней веселой Строили дружно Эжву, поселок родной. Сколько живу, повторяю, Добрая это земля. Край наш таежный, сказка лесная, Эжва, родная моя. Смелые люди, сильные судьбы, Твердых решений размах. Эжва, с тобою вместе мы будем В мыслях твоих и делах. Ветер страницы жизни листает, Годы бегут чередой. Улица мира вдаль уплывает, Всех нас зовет за собой. Лучше я место не знаю, Всем вам скажу, не то я. Край наш таежный, сказка лесная, Эжва, родная моя. Молодец. Вот, ой, прям мурашки. Она переживает. Я тоже Эжвенская, тоже сопереживаю. Как выбираете произведение? Вот как? Это Даша читала, читала, нашла такое стихотворение? Или вы подсказываете? Учитель. Это не учитель. Моя, я еще занимаюсь в студии класс. Моя руководительница, это была песня, но... Ну да, это песня Шамелиной. Она превратила его в стихотворение, и вот такое оно получилось. Руководительница моя составила сама, сочинила. Вновь прервемся, предоставим нашей народной студии слово. Женя. Вопрос от телезрительницы. Моей знакомой уже 23 года. Ей нравится пародировать и делать пародию на людей. Не поздно ли ей пойти на какие-либо курсы? Никогда не поздно. Актерскому мастерству, да. Учиться никогда не поздно. Ради бога, пусть приходит в 34-ю школу. Бесплатно. То есть и взрослых вы тоже принимаете, не только у человеков 34-й школы? Я боюсь, что от желающих поступить на ваше студию, сейчас школа может и не вместить, наверное. Было бы хорошо. Я нашим телезрителям напоминаю, телефон прямого эфира 5167-67. Затем подключайтесь к нашей беседе, вот в письменном виде вы уже подключились. Я думаю, мы услышим ваши голоса. Как вы считаете, актерское мастерство нужно преподавать детям? Или дети наши настолько талантливые, что и сами как-то без этого обойдутся? Мы очень ждем ваших звонков. Ждем. Артур, очень интересное, я знаю, ты заготовил. Очень интересное произведение, отрывок. Ну, я бы сказала, даже и не совсем детское тоже. Такое остросатирическое произведение. Дело в том, что Артур... Уже есть что-то, чем подхвастаться, да? Да, он на третьем республиканском конкурсе «Дерзайте, мальчики!» завоевал диплом первой степени. И сейчас он едет в Москву. 28 февраля мы выезжаем в Москву. Уже ты на чемоданах практически сидишь. Да, на театральный конкурс «Веснушки-2012», где он будет показывать моноспектакль «Сказка про Федора Стрельца». Он один играет. Для нас «Веснушки» не впервые. Мы уже туда выезжали. То есть вы знаете уже, как покорить зрителей, да? Конечно, и покорили, и покорили. И покорить и сейчас. Есть сначала премия «Звонок», потом отрывок, Артур, послушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хочу сказать большое спасибо Валерию Езьяновичу. Очень хороший человек. Добрый, талантливый учитель и театрал. Здоровья и успехов ему. Это бабушка у Артура. Артур, мы тебя любим и спасибо тебе, родной. А вы поддерживаете Артура в его начинании? Да, очень поддерживаю. Спасибо, Валерию Езьяновичу. Это он все, он. А как вы поддерживаете? Вы дома отрывки слушаете в исполнении Артура? Да, очень, да. Или вы можете туда подсказать? Это бабушка говорит. Конечно, я здесь тоже помогала все, заставляла, учила. Да, повторяли все. Спасибо большое вам за звонок. Спасибо вам большое. Артур, приятно, когда вот родные поддерживают? Да, вообще не ожидал, если честно. Ну вот мы с удовольствием тебя сейчас тоже послушаем. Потешник. А царь с послом уже сидят за столом. Рядом, ты глянь-ка, царина, да нянька. И ждут от Федей обещанные снеди. Какая ж беседа бессытного обеда. А на столе пусто, морковь да капуста, укроп да петрушка. Вот и вся пирожка. Гость скучает, ботфорта и качает, дырки на скатерти изучает. Сорсерчает, не замечает, как Федьку по матери увеличает. Вдруг, как с неба, коровая хлеба, икры-бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячья потроха. И вот такой пищей, название до тысячи, при эдакой снеде, ну как не быть в беседе. Царь. Вызывает интерес. Ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюху с кожурою, алибез, посол? Алибез, царь. Вызывает интерес. Ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какаву с сахарином, алибез, посол? Е-е-е-с. Царь. Вызывает интерес. И что такое разрез? Как у вас там ходят бабы? Панталоны? Алибез? Посол. Е-е-с. но такие дела молочи на как завороженные девочки слушали я но у краем глаза я за валерия вязаныч наблюдала губами подсказываете это преподавательская привычка конечно конечно всегда и всем до 1 это без этого но я просто-напросто он на сцене я вот вы в этом вот когда на конкурсах это все происходит вы за кулисами как за кулисами вот предыдущий раз вот когда мы ездили в москву на конкурс окази произошла в плане того что мне пришлось уйти откуда шел звук быть на пульте и суфлировать было некому и вот небольшая были заминки но к великому счастью видимо никто не заметил ничего народной студии вновь предоставим словом уже не новый вопрос женя слушать даже не вопрос хочу озвучить благодарные слова от нашей телезрительницы большое спасибо валерий зьяновичу за его труд и любовь к своему делу ребята а вы молодцы это очень пригодится вам будущем хочу пожелать вам только успехов и не останавливаться на достигнутом спасибо большое жене вот на самом деле вот чем это может пригодиться в жизни кроме того что дети эмоционально смогут читать стихи вот вы говорили о том что устроиться на работу более театральным получится может быть работодатель примет да ну но я еще раз говорю я открыть в театре я совершенно ничего не смогу все уже открыто моя задача научить детей любить родину любить там где мы живем созидать что-то новое прекрасное красивое вот моя задача и это удается прервемся примем еще один звонок здравствуйте в эфире здравствуйте 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 екатерина здравствуйте валерий зьянович это звонит из же наталья чернова мы большие друзья и поклонники валерий зьянович хочу поблагодарить его за своего сына он у меня учился уже давно в 304 школе и занимался в студии актерского мастерства валерий зьяновича конечно сын мой не стал актером но все что он взял из его студии из его советов доброты и его тепла ему все пригодилось жизни он сейчас учится бухтинском университете и там также продолжает заниматься там тоже у них есть студия театра ну и он не на последних ролях замечательно спасибо ему это помогает жизни в общении с людьми с преподавателями ну в общем он ему дал верный путь мы очень благодарны ему здоровья счастья и всяческих благ валерий зьянович вам спасибо спасибо большое за звонок ну вот крайне приятно я уверена очень приятно значит жизнь прожили не зря ночью не прожили ни один ученик будет раскрыт ни один талант будет приведен на сцену но за ней наша телезрительница хорошие слова сказала он вы дали ее сыну верный путь вот насчет верного пути правильно да ведь многих от ошибок удалось уберечь до чего греха таить те ребята которые которые были раньше в студии которых привлек к себе в студию на самом деле были одной ногой уже не влады с законом и вот театр на самом деле помог им он вытащил из этого негатива из этой грязи мало того они стали также режиссерами я не говорю не буду говорить их фамилии они знают о себе и хорошо что о них не знают что у них было негативное прошлое но знают их как прекрасных актеров и прекрасных людей но это характер меняется но девочки совсем недавно занимаются артура вас сторожил какой-то мере вот меняется характер вот есть у тебя может быть уверенность в себе поменялась как вот ты может быть сейчас даже на математике лучше отвечаешь но математике мне что-то как-то не везет с валерий зянычем это повезло все таки да он меня заметил это хорошо безусловно хорошо лев зяныч ну вам виднее на самом деле вот приходит может быть скромный зажатый ребенок а выходит потом вот величина первое наше занятие всегда это конечно скованность у детей ведь мы часто видим на телевидении или когда присутствуем на каких награждениях когда выручают грамоты или вызывают на сцену того или иного какого-то победителя нело как он неловко чувствует себя как он какая походка у него и вот первая задача первое занятие привыкнуть к сцене не бояться ее не боятся но сопереживать дрожать за кулисами это обязательно потому что я не приемлю такой величественный трепет перед сцены должен быть да как обязательно обязательно но когда ты выходишь перед зрителем все вас должно остаться там за кулисами все бояки да и вообще я считаю тот актер который выходит с наглыми глазами на зрителя это уже не актер это уже не актер который читает заученные тексты и мы к великому сожалению это сейчас видим девочки наш сонь вот студии это в любом случае занятие так как и школьное занятие домашние задания это задают приходится дома что-то или это вот и в рамках студии только почему можно же допустим надо может задать чтобы стихотворение лучше повторить что-то может свое движение сочка ты что дома делаешь как готовишься к студии повторяю стихотворение она с валерий взяновичем на телефоне все время все понятно примем еще один звонок последний на сегодня потому что конец концу эфир подходит здравствуйте мы вас слушаем это я та о которой говорил валерий взянович ворошилова надежда ивановна я всегда говорила что у него есть талант находить в детях вот эти звездочек и звездочек детей звездочек и очень приятно что он все-таки осознал что это именно то дело которым он должен заниматься всегда а вот но пока он это не почувствовал все время у нас был и когда он ушел в интернат и он понял все-таки сам что нужно заниматься своим любимым делом он вернулся и это очень приятно все что он сегодня говорил все совершенно верно и то что детей самых трудных тяжелых он всегда к себе привлекал никого и нами а какие они ставили спектакли на сценах школьного до театра это просто не передать особенно посвященные великой отечественной войне ребята играли изумительно спасибо вам большое спасибо за звонок что он вернулся к нам снова спасибо за звонок да и спасибо за поддержку да потому что такая поддержка очень нужна и благодарность к сожалению время эфира подошло концу я еще раз напомню что мы сегодня говорили об актерском мастерстве о том как научить наших детей стать артистами развить свой талант быть более раскрепощенными сегодня у нас в гостях была студия театрал а точнее представители непосредственно руководитель студии театрал и валерий зеленович греков спасибо большое и вот юные дарования будущие и настоящие таланты мы желаем вам свершений и чтобы звездная болезнь вас не постигла до совершенствуйте свой талант дарья евсюкова софия селькова и артур шашель спасибо вам большое успехов во всем в москву пожелайте нам ни пуха ни пера ни пуха ни пера к черту дорогие телезрители увидимся завтра в полдень от невролога вячеслава сахарова узнаем о причинах головных болей и головокружений электронный адрес нашей программы случай собака ртк.ру телефон редакции 725 400 а